Появившийся три года назад научно-образовательный центр, или коротко НОЦ, инженерия будущего, уже признан на мировом уровне. В числе шести регионов соинициаторов Тамбовская область, которую представляет технический университет. По итогам 2021 года у вуза есть ощутимые достижения. Это создание студенческого технопарка Вернадский, который объединил сеть центров коллективного пользования уникальным оборудованием нашего университета с точки зрения создания единой точки доступа для всех обучающихся студентов, в первую очередь, конечно же, молодых ученых. В целом работа ведется по четырем направлениям. Умная агро, новые материалы, медицинские технологии и образование. Выбираются они не просто так, учитывается заинтересованность определенных секторов экономики и наиболее сильные компетенции самого вуза. Проще говоря, НОЦ вносит серьезный вклад в развитие экономики региона. Потому что сегодня на площадках лабораторий, которые созданы в университете, ведутся исследования, научные разработки по заказу предприятий области и в интересах предприятий области. Например, в части агропромышленного комплекса, цифровизации агропромышленного комплекса. Стоит отметить, что на встрече подвели итоги как в целом 2021 года, так и Международной недели науки «Сила инженерии». Она проходила с 7 по 16 февраля во всех шести регионах соинициаторах. В ее рамках проводились мастер-классы, семинары, дискуссии и многое другое, включая, конечно, выставки достижений молодых ученых. Главным событием, которое подойдет уже в неделю науки, станет церемония награждения Международной премии «Инженерия будущего». В этом году она проходит впервые, причем сразу в таком формате. Параллельно во всех регионах соинициаторах научно-образовательного центра. Например, в номинации «Открытие года» награду получил Денис Дедов, руководитель уже упомянутого технопарка «Вернацкий». Премии он удостоился за создание платформы технологического предпринимательства. Та инфраструктура, которая создана, она открывает очень широкие возможности для исследователей, для студентов, которые создают различные проекты, поскольку сейчас стало возможно за очень короткое время воплотить свой проект, свою научно-техническую разработку какую-то в реальный прототип. Для этого есть необходимое оборудование, возможности постоянно расширяются. Например, только в конце ушедшего года была создана лаборатория по VR-тренажерным системам медицинского назначения. Так что ждем новых свершений. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.